Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. На Иисус в признаниях, в мыслях, шепчу про себя. Сдаться ты всегда успеешь. Кто любовь дает, кто потеряет, а ты меня не отпускай. Девушки отдыхают. Милиция должна его искать, а не врываться сюда и обвинять его в воровстве. Так он скрывается. Значит, его не зря обвиняют. Мой отец честный человек. И вы это лучше всех знаете. Он с вашими мужьями алмазной жизни отдал. А ты дерзкая. Ты этим очаровываешь моих сыновей. Зачем ты это делаешь? Для чего тебе это нужно? Мне сейчас не до ваших домыслов. Мне нужно найти папу. Вы нам поможете деду найти? Вы ведь хозяйка, вы все-все можете. Непременно. От меня еще никто не уходил. Наконец-то. На старости лет. Стал богатым. И вот так вот из-за этого. Умру? Да ни за что. Аааа! Макс! Макс! Вставай! Слушай, так всегда бывает. После того, как Максим напивается, утром его невозможно разбудить. А этот отвар помогает ему прийти в себя. Здоровыми можно вылечить алкогольную зависимость, я читала. Я помогу ему исцелиться. Он у меня проснется без всяких отваров. Максик! Макс, вставай! Вставай, садись! Я хочу поговорить. С трезвым братом. Ань, Доставь нас, пожалуйста. Аня, стоять! Пусть слушает и знает, мое спасение Наташа. Так, хватит. Идем. Куда? Идем, 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 братец. Куда идем? На шахту со мной пойдешь. Работать будешь. Сразу вся дурь из головы вылетит. Ты как-то не можешь понять. Я не могу. Вот это вот все, вот это, вот это вот это, это все не мое. А что твое, Макс? Сутками бухать напролет, вот это твое? Жиму оскорблять, это тоже твое? А в чужой дом вваливаться со своими истериками, тоже твое, да? Да ты в пропасть катишься, придурок! А тебе до этого есть дело? Неужели? Вспомнил он о младшем брате? Где ж ты раньше был, а? Займись делом. А хватит за мамину юбку прятаться. Иди работать! Да не могу я работать. Не могу! Эти кошмары просто высосали из меня все соки. Макс, какие кошмары? Ты что? Я каждую ночь, каждую ночь я вижу, как мама убивает отца! У него крыша едет. Подожди, ты, может, завтра начнешь говорить, что я каждую ночь на тобой с ножом стою, а? Это все смерть Шамиля. Мы все потрясены. И Макс... Да я его после похорон ни разу трезвым не видел. Его нужно отправлять лечиться, мам. А ты прикажешь силы его в стационар уложить? Так, завтра ты едешь в клинику. Понятно тебе или нет? Да отвали ты! Отвали! Мне Наташа нужна! Тихо! Мне нужна Наташа! Тише, 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 Макс! Макс, 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 тихо, тихо, тихо. Мама! Папа! Ну где же он? Что ты ищешь в моем кабинете? Можешь не отвечать. Ты не веришь мне? Ты думаешь, я спрятала твой паспорт, чтобы ты не смогла уехать? Я не могла потерять свой паспорт. Он найдется. Или мы сделаем тебя новой. Значит, так должно быть. Нужно время, чтобы ты справилась со своей утратой. Ты не представляешь, как мне хочется видеть тебя счастливой. Как мне многое хотелось бы сделать для этого. Я пойду. я знаю, как получить наследство нашей сиротки. Я выдам ее за Александра. И деньги будут в семье. А Катерина? А Катерина отвлечет Сашу от шахтерки, пока не вырастет Валентина. Чем больше он присытится доступностью Катерины, тем интереснее покажется чистота нашей сиротки. Саша, что-то случилось? Я прям как знала, с самого утра все с рук валится. Разговор с братом случился. А совещание на 12-30 назначать? Да. Привет, мужики. Как дела? Да проблем у нас, Александр Викторович. Еле уговорил оператора подъемника на вторую смену остаться. Наташа Суварова не вышла. Почему? Батя у нее пропал. С утра его в степи ищет. Катя, позвони в милицию. Александр Викторович, пока трое суток не пройдет, милиции искать не будут. И то правда. Ладно, справимся без них. Паш, возьми ребят, машину в шахтер управления. Поищите Петра Ивановича. А я через полчаса к вам присоединюсь. Добро. Егор, Пашка, поехали. А что с обещанием? Перенесем. Человек в беде. Помочь нужно. Ну не Армагеддон же. Ну Иванович выпил, загулял где-то. А мы что, его всем городом искать будем? Не велика ли честь для Суворовых? А дело не в Суворовых. Я для тебя то же самое сделал бы. Ты, ты серьезно? Ты разместил этот текст в ЖЖ? Крутой материал, правда? Это же опасно, Антон. Я думала, это Алина, о которой ты пишешь, что она, она... Что она что? Что она помидоры на базаре украла? Юля, она убийца. По ее приказу убили мужа Алки Бескаравайной. Она грязные деньги отмывает. Она весь город под себя подмяла. А прочитают это тысячи людей. Начнут обсуждать. Поднимется волна, наконец-то. А разве сейчас люди не знают о преступлениях Милевской? Юля, ну, конечно, знают. Но все боятся. А сейчас прочитают и узнают, что есть те, кто не боятся. Я четвертая власть, Юля. Со мной не так просто расправиться. В нашем городе есть смелые и честные люди. Да? Как Иван Бескаравайной, которого убили. Как Петр Иванович Суворов, например. Отличный мужик. Ну и где же ты, папа? Слышу, папочка, слышу. Папочка, я рядом. Папа. Я знал, ты найдешь меня. Папочка, потерпи чуть-чуть. Потерпи. Что ты надумала? А вот теперь папа, Папочка, как ты вообще здесь оказался? Что случилось? На Петровск ехал. Бандюки какие-то за мной увязались. Решил их обмануть. Обманула? Обманула свою голову. Ой, хорошо, что ты меня нашла. А не эти бандюки. Чуть-чуть. Попотерпи. А это не они часом. Все живы? Где Саша? Это не свадьба, что без жениха нельзя. Как-то странно он себя ведет. Давайте без него начинать. Может, все-таки подождем Сашу? Он узнал, что исчез Петр Суворов. Отложил все дела, организовал срочные поиски. Катя, зачем ты обмешиваешься? Это так не похоже на Сашу. Мы тут собрались Шамиля помянуть, а он отправился искать подгулявшего шахтера. Не просто так он сбежал. Наверняка был нечист на руку. Я не знал, что приговоры Ваниканова выносят не только в зале суда. Может быть, с Суворовым какая-нибудь беда случилась? В Ваниканова 40 тысяч жителей. И у всякого каждый день что-то случается. Давайте поменем Шамиля. Спасибо, что пришли. Наташа! Козлы вы, ничего вам доверить нельзя. Все самому делать надо. Эй! Какого лешего ты этих шахтеров в дом пустила? Так они же с Сашей пришли. А как бы я их не впустила? Спасибо, Александр Викторович. Меня не так-то легко свалить. Зачем ты устроила обыск в моем доме, Алина? Вором меня решила объявить? Меня? Забыла, кто душу столько лет в твою алмазную вкладывал? А я тебе скажу. Витя Хмелевский, друг мой. И покойный твой муж. Шамиль. Друг мой. И я. Петр Суворов. Ты бы лучше своему шороху приказала бандюков этих отловить, которые за мной следили. Мне, Алина, чужого не надо. Но и в свои дела я нос совать никому не позволю. Мам, это ты приказал обыскать дом Петра Ивановича? Выпей, Петр Иванович. За упокой души Шамиля. Сегодня девять дней. Дома Шамиля помянул. Пойдем, Наташа. Я помогу. Не надо, не надо, Александр Викторович. Мы, Суворовы, сильные. Сами справимся. Когда ты научишься главное выбирать, Саш? Посмотри на Валентину. Ей твоя помощь больше нужна, чем Петру Суворову. Алёшка, я рядом. Выпьем за Шамиля. Упокой Господь его душу. Куда? При Алине не показывай, что расстроена. Пусть видит, что ты готова терпеть все выходки ее сына. Давай. Ногу надо повыше. Нельзя, чтобы жидко скапливалось. Дед, тебе больно? А, ничего, Егор. Шрамы украшают мужчину. Правда? Ну, чему ты ребенка учишь, пап? Кто так делает? Никому ничего не сказал. Сорвался непонятно куда. В ТП заблудился. Еще и в дом ворвался чужой. Не борщи, Натка. Скоро заживем, не хуже Хмелевских. О, Мариша, небось, пришла. Наташа! Что тебе нужно, Максим? Пожалуйста, не бойся меня, не гони. Я жить без тебя не могу. А я могу. Пожалуйста, перестань меня преследовать. Уходи отсюда немедленно. Я должен знать. Я должен знать, почему ты бросила меня тогда, много лет назад. Хмелевский, никто тебе ничего не должен. И ты не смотри, что я раненый. Я тебя в бараний рог скручу, если ты сейчас же отсюда не уйдешь. Папа. Вы дружили с моим отцом. Вы только что сказали это маме. Я был маленький, я не помню друзей отца. Если вы дружили, значит, значит, вы должны знать. Что? Как он умер? Ой. Пойди проспись, парень. Я никуда отсюда не уйду. Я отсюда не уйду, пока не узнаю правду. Вы думаете, это легко, правда? Вы думаете, легко каждую ночь видеть один и тот же кошмар? Да вы бы уже давно все с ума сошли! О, еще один. А ты как сюда попал? Хозяйка ждет. Наташ, мы еще поговорим. Надо поговорить. Спокойной ночи. Все. Гости разошлись. Катя, оставайся у нас сегодня. Надежда уже постеливала тебя в гостевой комнате. Спасибо. Я за Анечку очень волнуюсь. Макс так неожиданно ушел, а она переживает. Все. Я тоже ушел. Всем спокойной ночи. Подвыпивший мужчина такая легкая добыча. Ты не думаешь? Саша! Саша! Легкая добыча? Егорка уже уснул, пап. И тебе уже пора отдыхать. Спокойной ночи. А Сашка Хмелевский молодец. Искать нас поехал. На себе меня до машины тащил. Настоящий мужик. Тебе бы мужа такого, Натка. Пап, не надо меня никому сватать. Налей сто грамм. Шамиля поменем. Неужели это снова Максим? Ну хватит. Сейчас его раз и навсегда отважу. Наташа! Наташа! Саша? Все, понял. Сдаюсь. Извини. Я думала, это не важно. Наташа, я не против сдаться. Зачем ты приехал? Тянет. Так ты тут и раньше был? Ничего не могу с этим поделать. Почему никогда не заходил? Не знаю. Для визитов поводы нужны, а у меня повода нет. Так много хочется тебе сказать, но... Ну что? Слова? Тут и без слов все понятно. Наташа, знаешь, очень здорово, что мы застряли в этом завале. Я с тех пор... Здрасте. Где он? Как? Все нормально. Жить будет. Наташа, я не знаю, понравится тебе это или нет, но пока Петя не встанет на ноги, я здесь буду жить с вами. Хорошо? Я тогда пойду. Спокойной ночи, Наташа. Я бабушка. Почему я об этом не знала? Все было прекрасно, Саша. Катя, ты... Ты почему тут? Я зашла пожелать тебе спокойной ночи, а ты меня не отпустили. Саша, мы заслужили эту маленькую радость. Катя, ты подожди, подожди. Так как-то это... Это не вовремя. Мне на работу пора. Почему я ничего не помню? Зато я помню все за нас двоих. Два дня по городу ссатаемся и ничего. По-моему, я там шороха видела. Вот кому следует опасаться за свои делишки. Он-то, наверное, прочитал, уже трясется не будет. Стой, журналист! Последнюю новую знаешь? Какую? Про Алину Сергеевну нашу. Ты сходи, Бугалек. Алка тебе все расскажет, а ты напишешь. Давай. Да, не похоже, что он напуган. Пойдем. Сейчас все узнаем. Мам! А ты убийца, мам. Что за бред? А вот, пожалуйста. По приказу Алины Хмелевской был убит бизнесмен Иван Бескаравайный. Читай. И ты веришь в всякой грязи из интернета? Ты же прекрасно знаешь, что мы находимся под пристальным вниманием обывателей, недоброжелателей, конкурентов. Нас пытаются оболгать. Не выйдет. Лучше скачай, Вали, какую-нибудь музыку. Девочки, пора возвращаться к нормальной жизни. Так, подожди, стоп. Это что, все? Надо найти этого человека. Найти и наказать за ложь. Если это ложь. Ты прав. Его надо найти. А почему так все спокойно? Не знаю. Сейчас узнаем. Алла, привет. Привет. Ну что, есть какие новости? У меня? Слава Богу, никаких. Да, а Шорох сказал, что у Аллы есть новости про Алину Хмелевскую. Она так приказала, чтобы я ее ментов обслуживала бесплатно. Которые при исполнении. Чтобы, значит, нажрались у меня на халяву, а потом лучше порядок обеспечивали. Только это давно не новость. Они и раньше не особо платили. Хорошо. А какие-нибудь другие новости про Алину? Ну, может, не знаю, в интернете что-то выплыло недавно про ее дележки прошлые. Ты смешной? Ваниканова, если такая новость выплодит, ее сразу же и утопят. Кого обсуждаем? Да, так, ничего интересного. Пойдем, Юль, нам пора. До свидания. Счастливо. Чего хотели? Ничего, про хозяйку спрашивали. Может, новости какие? Твоё кофе. Спасибо, Катя. Саш, если я вчера сделала что-то не так, ты мне скажи, мы цивилизованные люди, живем в 21 веке. Я пойму. Катя, какие я могу предъявлять тебе претензии? Это я вчера сделал то, о чем я теперь буду раскаиваться. Тебе незачем себя корить. Это было божественно. А что ты делаешь сегодня вечером? Идешь в клуб? Там сегодня у Анатолия Васильевича вечеринка. А, точно. У Крестного юбилей. Может, пойдем вместе? Катя, ты знаешь, я... Ладно, Саш, не надо. Я же твой друг. Я понимаю тебя без слов. Спасибо, Катя. Саш, не боишься после завала в шахту спускаться? Да, немного. Наташа, у тебя есть минутка? Да. Вчера ночью нас прервали. У меня не получилось сказать тебе все, что я хотел. А ты должна знать, что я... Наташа! Наташа, поднимай меня! О, Александр Викторович, здравствуйте. А что вы здесь делаете? Да вот, зашел узнать, как себя Петр Иванович чувствует после капкана. Уже отошел. Его дом не удержать. Петровск поехал. Какие-то дела там. Ну что, поехали? Ну да. Поехали. Поехали. Ну, вот. Попался, Иваныч. Теперь тебе придётся рассказать, что ж ты нашёл в своей копанке. Раз тебе георазведка понадобилась. Хозяйке будет очень интересно. Алина, я надеялся, что после смерти Шамиля мы будем видеться чаще. Но ты приезжаешь всё реже. И поэтому ты водишь сюда шлюху? Ты думал, я ничего не узнаю, Игорюш. Запомни, я хозяйка этого города. И здесь ничего не происходит без моего ведома. Ты работаешь на моей шахте, живёшь в моей гостинице. А теперь вздумал развлечься со мной из-за... Скорее забыться, Алина. А, ну да. Прости, но в последнее время ты так холодна, и я просто боюсь потерять тебя. Но я знаю, как это исправить. Алина. Да. Я... Я не представляю своей жизни без тебя. Да. Ты станешь моей женой? Какая прелесть. Ну ладно, считай, что ты выпросил прощения. Но только это лишнее. Я не выхожу замуж за бедных. Ну да. Конечно. А хочешь, я тебе сделаю заместителем управляющего? Когда-нибудь в будущем. Если заслужишь. Наташа, подожди. Ты что, издеваешься надо мной? Максим, пожалуйста, оставь меня в покое. Нам нужно с тобой поговорить. Нет! Максим, Максим! Я не сказал, мне нам надо. Максим! Максим! Хватит. Оставь Наташу в покое. Иди на шахте своей командуй. А мне твои приказы по барабану, понял? Макс, ты пьян. Давай домой, а? Наташа, садись в машину. Тормози! Давай сюда. Здравия желаю. Тут ваш клиент. А ты только попробуй. Я Хмелевский. Максим Викторович не за рулем. По закону мы не имеем права ему что-либо предъявить. По какому закону? Вы что, издеваетесь? Домой его отправьте. Идем, я тебя отвезу. Всегда тебе все самое лучшее достается. Еще с детства. Но мы уже давно не дети! Максим Викторович, присаживайтесь к нам в машину. Отвезем вас домой. Доставим в целости и сохранности. Давайте. Сюда. Не, не сяду в эту каталошку. Обещаю, он к тебе больше не подойдет. А куда мы едем? Праздновать. Что? Наш второй день рождения. Уже месяц прошел после завала. Как отмечать будем? В клубе вечеринка сегодня. Мой крестный празднует юбилей. Поздравим его и будем развлекаться. Танцевать любишь? Да. Но я не очень умею. Да я тоже. Глаз в пагопар. Отличный вариант. Можно я, пожалуйста, переоденусь? Не могу же я в джинсах. Такая разница. Тебе очень хорошо в этих джинсах. Нет. Пожалуйста, я быстро. Ну, хорошо. Знакомые все лица. Угу. Террариум в полном составе. Я не могу смотреть на все эти рожи. Я бы их удалю. Все. Пока. Макс, умоляю. Мы и так никуда не ходим вместе. Ладно. Все равно не отвяжешься. Тогда я в бар. А где Саша? Я думала, вы вместе придете. У него дела. Какие дела? Надеюсь, вчера ночью... Все было прекрасно. Сомневаюсь. Егорка, а ты что делаешь? Куст выкапываю. Мама розу очередную посадила. Она засохла. Пятая уже. Лучше бы она ромашки посадила. Эти розы такие колючие. Дед сказал, выкопай. Наверное, им чего-то не хватает. Наташа, тебе очень идет платье. Пойдем. Папа, грезный? Санечка, с днем рождения. Спасибо. Я думала, это вечеринка для людей нашего круга. Здесь собрались уважаемые люди поздравить уважаемого человека. Саша, я не думаю, что Анатолий Васильевич будет рад тому, что ты пришел не один. Вообще, это закрытый клуб для своих. Но я же свой. Свой. А Наташа со мной. Вот что бывает, когда кое-кто недооценивает своих соперниц. Крестник, можно тебя на минуту? Сейчас. Саша, я, конечно, не ханжа, но всему свое место и всем свое место. Это заведение не для шахтерок. Вы серьезно? Что за паноптику? Куда я попал? Объясните, как вы можете быть такими неотесанными и наглыми, а? Уходите. Вам здесь не место. А я и сама не хочу оставаться в вашем гадюшнике. какие же вы нелепые. Каждый из вас должен извиниться перед Наташей. За именинника. Наташа. Наташа, да погоди ты. Зачем ты ушла? Плевать, что говорят эти снобы. Или ты думаешь, я не могу тебя защитить? Нат... Наверное, хватит. Хочу понять, почему ты этой шахтерке прохода не даешь? Мне нужна Наташа. ты думаешь, что она меня удержит? Это ты мне ее навязала. А я верну Наташ. Я извинюсь и верну. Интересно, за что ты извиняться собрался? Ну, ма... Ты же знаешь, что у меня эти дурацкие провалы в памяти. Сегодня я выпью, а завтра не буду помнить, что натворил сегодня. Ну, хоть что-то ты помнишь? Ну, это в прошлом лета было еще в школе. Тогда под Аниканово байкеры-лагерь разбили. Мы там всю ночь тусили, гуляли, дурели. Ну, и, наверное, на Наташу я чем-то обидел, потому что она ушла. А я не сразу понял. Я тогда еще с Пашкой сцепился. Ну, а дальше? было. Я пошел искать, мы с вас сынами еще выпили. А я и не помню. И тогда она начала избегать меня. Ну, не только меня, а всех избегала. Буквально через три дня она уехала. но там там что-то случилось. Я не помню. Я не помню. Ты, когда в детстве нервничал, все время утер себе ладошкой щеку. Вот так. А зачем ты это вспомнила? В отличие от тебя я ничего не забываю. Макс, пора домой. Да, пора домой. Да, пойдем. Да. Пойдем. 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 Макс, чем-то расстроен? А тебе это что? Ты лучше переживай, почему Саша шахтерка, а не с тобой. Ну, зачем я туда пошла? Есть вещи, которые исправить невозможно. Вот роза. Ну, не растут у меня розы. Еще одна засох. Женщина не должна сама себе покупать цветы. Почему? Даже розовые кусты. Потому что для этого есть мужчина. Я пойду. В другой раз отметим наше второе рождение. таташ, я все думаю и думаю о тебе. С того самого дня, как мы чуть не погибли в том завале, ты спасла меня. Нас баба откопал. И еще много других хороших людей. ты спасла меня еще до того, как нас откопали. хороших людей. Спасибо. Спасибо. Как погуляли? Плохотнюку подарки понравились? Он до них охочий. Принеси мне зубную щетку Максиму. Что? Делай, что говорю. И не задавай лишних вопросов. Ответы тебе могут не понравиться. Принеси мне зубную щетку сына, взамен поставь новую. Кирюх, помнишь Наташу Сувору? Амазонка с розочкой? Из бутылки? Вы устроили с ней фурор в клубе? Отец до сих пор вспоминает. Да, Амазонка с розочкой. Я думаю, она сегодня очень удивится моему сюрпризу. Саня, у тебя романтическое озно. Постановись. Иначе придется весь мир бросить к ее ногам. А это чревато. Я думаю, у Лины Сергеевны на тебя другие планы. Не смеши, брат. Я давно вырос и не собираюсь плясать под ее дудку. Серьезно? А она об этом знает? Что, Натка, не сдаешься? Еще одну розу купила? Женщина не должна себе покупать цветы, если он ее есть в мужчине. Вирусная база данных успешно обновлена. Опять пишешь подругам в Швейцарию? Валечка, ну разве ты об этом сейчас должна мечтать? Я не понимаю вас. Я прошла такой же путь, как и ты. У меня не было и 14, когда мои родители... Ну, неважно. Я осталась одна. Мне было очень тяжело. Я поняла, что если я не создам свою семью, я просто пропаду. Тебе нужен такой муж, как Саша. Ну вот скажи, ты бы хотела видеть рядом с собой такого умного, доброго, щедрого мужчину, как Саши. Я очень люблю Сашу, как брата. Ты не понимаешь. Ты уже выросла. И ты просто не понимаешь, что он дорог тебе не просто как брат. не знаю. Я никогда не думала об этом. А ты прислушайся к своему сердцу. Нужно обновить твой гардероб. Вот смотри. Вот смотри, какой костюм, а? А вот какое платье. Саше бы понравилась девушка в таком платье. А? Красивое. Чудное. Чудное платье. В общем, выбирай все, что тебе понравится. Мы купим все. Ты уже не девочка. Ты прелестная девушка, которой нужна поддержка и опора любимого человека. Спасибо за розу. Она никогда не засохнет. Вот видишь. Идем? Егорка? А почему дверь нараспашку? Опять забыл закрыть. Меня мама опять будет ругать. А мы ей не скажем. Откуда вы знаете, как меня зовут? Я все знаю. Я же хозяйка. А зачем вы снова сюда пришли? Я шла мимо, захотела попить. Ты мне дашь попить? А ну давай. Куда? Жвачку сюда. И руки нужно помыть. Нехорошо грязными руками стакан брать. Ой, спасибо. Спасибо. А ты любишь слушать музыку? Ну тогда это тебе. Крутецкий плеер. Это мне просто так? Ну конечно, это подарок. А что, тебе никогда не дарят подарки? Я прошу у мамы новый компьютер, а она все обещает. А я знаю, не купят. У нее денег нет. Ну, у такого доброго мальчика обязательно должен быть новый компьютер. Мне плеер очень нравится. Егорка, а ты когда нервный учишь всегда, ладошкой щеку трешь? Нет, никогда. Ну я когда в прошлый раз приходила, и ты просил меня найти дедушку, ты тер ладошкой щеку. А тот тогда меня комар за щеку укусил. А-а-а. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok